ГИТИС В общем, вроде бы уже и не ГИТИС. Формально это уже Академия. Правда, название еще не утверждено. Но ведь дело не в формальности, а в сути. А по сути, этот институт действительности. Академия театрального искусства. Если вспомнить, какие люди здесь преподавали, какие мастера вышли из этого института, естественно, они могут быть ничем иным, кроме как Академии. Если в моем далеком, пыльном карабахском детстве напророчила какая-нибудь гадалка или цыганка, что буду я профессором этого института, я бы не поверил. Ей-богу. Представить себя вместе с какими-то богами, которые здесь работали. Нет, ну что вы. Это было просто невозможно. ГИТИСу сто с лишним лет. Это не первое учебно-тетральное заведение в нашей стране. ГИТИС один из первых сохранившихся до сегодняшнего дня учебных заведений, которые выросли из частного почина. Действительно, после великих Александровских реформ открывает здесь Петр Адамович Новаковский в 1876 году музыкальную школу для приходящих учеников. Я вам честно признаюсь, я не могу запомнить все переименования ГИТИСа. Его переименовывали чаще, чем какой-нибудь самый секретный военный объект. Я просто зачитаю, сколько переименований за эти сто с лишним лет он пережил. Это была и музыкально-драматическая школа до революции, потом было музыкально-драматическое училище. Пришла революция, это ГИТИ стал называться музыкально-драматическим институтом. Это тоже, на мой взгляд, не случайно, потому что после революции, первые годы после революции, мы видим, как большая такая ориентация на науку, на научность. У нас возникает, ну, условно, не хоровой кружок, а институт живого слова. Не философский кружок, а вольная философская академия. Вот очень любили такого рода институт, академия, мастерская, высшие курсы и так далее и тому подобное. Значит, в 18-м году он стал музыкально-драматическим институтом, а в 19-м, как он был незабываемый, по-моему, согласно Вишневскому, незабываемый 19-м, стал государственным институтом тетрального искусства. Казалось бы, наконец-то найдено название. Увы, это не так. В 25-м, в 26-м году, а время, в общем, скажем так, непростое, когда вождь объявил, что кадры решают все, вместо института стал он центральным тетральным техникумом. Тоже, видимо, не случайным. Я думаю, что вообще в этом одна из причин конфликта между Луначарским и Сталином, потому что Сталин считал, что Луначарский неправильно распределяет, как нарком, средства на просвещение, больше отдает театру, вместо того, чтобы воспитывать кадры. Но, тем не менее, стал он техникумом. Увы, это длилось тоже всего лишь 5 лет, потому что в 1931 году, когда уже в стране наступала сплошная индустриализация, а театр и театральное учебное заведение повторяют, видишь, что было в стране, он стал учебно-театральным комбинатом. А с 1935 года он становится, получает свое название, свое наименование, становится он государственным институтом тетрального искусства имени нашего первого наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. И так длится до 1990 года, когда решением коллектива института снимается имени Анатолия Васильевича, и в Министерстве культуры России лежат бумаги о его переименовании в Академию тетрального искусства. Я должен признаться, что я сделал одну ошибку сейчас. Я сказал, что организовал здесь музыкальную школу для приходящих. Это неправда. Школа была организована на Большой Никитской, на улице Герцена нынешней. А сюда это здание, Дитис переехал в 1907 году. Это замечательное здание. Это здание принадлежало, ну не знаю, как потом будет писать о нем в энциклопедиях, но, вероятно, выдающемуся деятелю русской культуры, даже не ему одному, а семье, семье Солдатенковых. Солдатенков был замечательный книгоиздатель. Он очень много сделал для русской литературы. Он первый издал Белинского, он издавал Тургенева, Некрасова, он издавал Ключевского, Грановского, он много что делал. Он собрал замечательную библиотеку, он коллекционировал живопись, передал потом и живопись, и библиотеку в Румянцевский музей. И вот это здание с 1907 года стало, к тому времени Гузьма Теренчич помер, он умер в 1901 году, стало зданием Гентиса, где и существует до сих пор. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это подвал. Я бы сказал, романтический подвал Гитиса. Романтический, потому что здесь от поколения к поколению переходит и бытует легенда, что этот подвал принадлежал Малютис Куратову. Но в действительности это не так, но легенда есть легенда. Она воспроизводится. Здесь, в подвале, мы вам расскажем о первом этапе Гитиса, когда он еще был филармоническим училищем. Я уже говорил, что до седьмого года филармоническое училище базировалось на Большой Никитской, ныне улице Герцена. Потом, ну и тогда, в этом филармоническом училище преподавали замечательные педагоги. Я уже говорил о том, что здесь, на драматических курсах, преподавал замечательный русский артист, грузинский князь Александр Иванович Сумбатов, Сумбадашвили, который взял псевдоним Южин. В 1891 году он передал свой курс своему другу, другу, которому он писал в письмах. Обращение было так, дорогой воля. Вот с этим дорогим волей они жили в Тифлисе, раньше так назывался Тбилиси. Они учились в одной школе, они участвовали в постановке «Горе от ума». Они оба приехали в Москву, они оба стали драматургами, они оба женились на баронессах Корф. Ну, правда, тут несколько сложно. Дело в том, что великий русский артист Александр Павлович Ленский и Александр Иванович Южин Сумбатов были женаты на родных сёстрах Корф, а вот воля, он же Владимир Иванович Данченко, он был женат на двоюродной сестре баронессе Корф. Так вот, оба стали директорами, один малого театра, другой мхата, а оба были драматургами, очень, так сказать, ставящимися, которых ставили. А когда они иногда попивали, то Александр Иванович говорил Немировичу, Володя, вот всё у нас совпадает, вот всё, и учились вместе, и жили, и женаты, и драматурги, и директора. А вот я твои пьесы у себя в театре ставлю, а ты мои пьесы у себя в театре не ставишь. Вообще, я должен сказать, что малый театр имеет свои корни здесь не только с Южина. Здесь работал и Осип Андреевич Правдин, замечательный артист малого театра, Правдин, который трейлебен. Но я должен сказать, что тогда, и это нормальная цивилизованная норма, никто не смотрел. Сумбаташвили, Южин, Трейлебен, Правдин. Дело было в личности, в мере личности, в таланте, в той культуре, которую они несли. А почему трейлебен стал Правдином, я думаю, объяснение простое. Тут есть несколько причин. Дело в том, что, ну, например, когда замечательный русский артист Пожаров пришёл в малый театр, то ему сказали, нет, батенька, вы представляете, станете вы знаменитым, и начнёт народ кричать зритель, Пожаров, Пожаров! И все подумают, что пожар. Так что меняйте фамилию. И стал Пожаров Остужевым, замечательным нашим артистом. Стал Сумбаташвили, Южином, потому что родом оттуда. И стал Трейлебен, Правдином. Ничего в этом зазорного я не вижу. Брали люди псевдонимы и не скрывали своей истинной фамилии, потому что по духу своему, по культуре своей, несли они русскую культуру. И очень гордились тем, что несли эту культуру массы. Так вот, в 91-м году Немирович взял это курсы драматические. Выпустили они в 92-м месте еще с Южиным выпускные спектакли этих курсов. Это были пьесы Островского, доходное место и Василиса Милентьева. А потом уже Немирович сам уже стал преподавать здесь. И должен сказать, что воспитал он плеяду просто замечательных, удивительных, вошедших в золотой фонд не только нашего советского, но и мирового искусства актеров. И думаю, что их фамилии вот говорят сами за себя. Ну, я думаю, что все вы знаете Всеволода Милевича Мейерхольда. Именно здесь, после Пензы, после любительских спектаклей, он и прошел в филармоническом училище, учился, прошел обучение, учился у Немировича. Здесь училась его жена Мунт. Здесь учился великий, на мой взгляд, великий Иван Михайлович Москвин. Человек очень интересный судьбы. Дело в том, что Иван Михайлович ведь поступал в императорское тетральное училище и не поступил. Я думаю, что правильно, что не поступил. Правильно, потому что, вы знаете, самый страшный враг артиста — это время. Они сами уверены, что это режиссер, чиновник, критик. Но самый страшный — это время, потому что каждое время взыскует свой тип личности, своего героя. Понимаете? И я думаю, что комиссия императорского училища правильно не приняла Москвина. Как пишет Инна Танна Соловьева, наш замечательный трет, она тоже училась в ГИТИСе, она пишет, что время требовало уже других артистов. Эти другие артисты понадобились Московскому художественному общедоступному театру. И потом, когда театр был организован, Москвин и сыграл, и прославился. В 1998 году за главной роли царь Фёдор Иоаннович. Знаешь, что такое царь? Знаешь? Ты помнишь? Патюшку царят! Здесь училась тоже знаменитая, великая русская актриса Ольга Леонардовна Книпер, которая вошла в историю, как жена Антона Павловича Чехова, Книпер Чехова. Я могу рассказывать много об артистах МХАТа. Но я думаю, что было бы несправедливо не упомянуть о том, что здесь же, в этом филармоническом училище, был, учился и закончил, я бы сказал бы, соловей русского театра, наш замечательный тенор, Данил Витальевич Собинов. Он тоже учился здесь. И здесь училась и кончила эти филармонические, курсы филармонического училища, наша замечательная актриса, я бы назвал её, ну, по аналогии со словом патриарх, я бы сказал бы, матриарх Малого театра Елена Николаевна Гоголева. Я должен сказать, дорогие телезрители, что есть один момент, вот чего я лично сам боюсь и опасаюсь. Этот момент заключается в следующем. Чем дальше от нас время, тем больше оно сплющивается, уплотняется, уходит из него воздух. Люди, о которых я говорю, я с ними не встречался, я знаю только из литературы, из мемуаров, из документов. И вот их образ у меня существует, я бы сказал бы, литературный. Но было бы неверно не упомянуть о том времени, о том воздухе, о том контексте, в котором они жили. Вот я, готовясь к передаче, перечитывал дневники и мемуары и Станиславского, и Немировича, и Южина, и других. Могу сказать, ну, жили они хорошо. По-человечески они жили. Не думали о копейке, в очередях не стояли. Встречались с великими князьями, например, с Константином Константиновичем. Неплохой был великий князь. Написал замечательную драму царь Иудейский. Была запрещена к постановке. До падения самодержавия, и только после февральской революции пошла на русской сцене, должен сказать, что играли в карты, проигрывали, выигрывали, волочились за женщинами. Была нормальная человеческая жизнь. Но вся эта человеческая жизнь, и это самое главное, проходила в обществе, которое набирало силу, энергию, может быть, ускорение развития. И они были современниками вот того ощущения, когда Россия выходила на передние рубежи в Европе. И уверен, что если бы все было нормально, и в мире. Мы видим это по великой русской культуре, по великому русскому искусству. КОНЕЦ Мы вам покажем уникальные кадры хроники. Каждая революция нуждается в своих мифах. Нуждалась в ней и Октябрьская революция. Хроники не сохранилась. Ее надо было создавать. Именно вот такого рода мифологем и была посвящена деятельность наших режиссеров в первые десять лет. Они эстетизировали революцию, которая совершилась в октябре 1917. Интеллигенция ждала ее. По Шиллеру, в тетральных, эстетических формах. Свершилась она в формах красного террора. Именно поэтому и Мерхольд, и Петров с подачи подвойского и других создавали новую мифологическую реальность. Вы ее видите перед собой. Вершиной этой реальности стал октябрь великого Сергея Михайловича Эйзенштейна, который вошел в учебник. Это первый этаж. Здесь мы вам расскажем о очень интересном и, на мой взгляд, сложном периоде жизни Гитлеса. Это 17-й, 40-й год. Сейчас лето, время приемных экзаменов, масса абитуриентов. Ну, может быть, это и замечательно, что в ситуации, когда все падает, все разваливается, театральное искусство по-прежнему пользуется престижем, актерской профессией, уважением. И вот мы видим, как бегают абитуриенты, в глазах которых вечный вопрос поступил или не поступил. Итак, Гитис, до 40-го года. Должен сказать, что первые годы после революции для меня теряются в тумане. Я знаю, что потом в 20-е сюда пришла рек, директором, тогда это называлось так, замечательная женщина, жена нашего писателя Фурманова. Есть легенда, что он увез ее, чтобы она не увлеклась нашим знаменитым комдивом Василий Ивановичем Чапаевым. Директором была Анна Никитична Фурманова. Несла она на себе печать своего времени, была очень энергичной, некоторые считают фанатичной, но Гитис она любила, студентам она помогала, патронировала, и мы об этом вам расскажем, когда будем встречаться с педагогами, помнившими Анну Никитичну. И должен сказать откровенно, что Анна Никитична сумела создать здесь великолепный, замечательный, замечательный созвездие педагогов. Причем, вот, очень интересно, что здесь встречали, здесь работали, здесь дружили люди, которые по своим идейным позициям просто были, ну, на самых крайних позициях. Ну, например, был замечательный тетровед Павел Иванович Новицкий, который придерживался раповских представлений и всячески критиковал МХАТ. Но здесь же работали вместе с ним одновременно, работали педагоги, которые обожали МХАТ. И ничего получалось. Здесь работал, на мой взгляд, гениальный советский, ну, русский, советский актер Леонид Миронович Леонидов. Вот, был великий трагик и, на мой взгляд, ну, в общем-то, трагической судьбы. В общем, трагической судьбы. И вот почему. Я думаю, что после Мамонта Дальского, Мамонта Викторовича Дальского, в русской истории было мало великих трагиков. И вот одним из них был Леонидов. В 30-м году он репетировал Отелло. Станиславский был в отъезде, он с ним переписывался и на репетиции сыграл Отелло. И как сыграл. Очевидцы этой репетиции говорили, что ни один великий трагик не играл так, как сыграл этот спектакль. Сыграл Отелло Леонид Миронович. А на генеральной и на премьере не получилось. И не потому, что обделил его Бог талантом, понимаете, что совсем другом дело было. А дело было в том, что под конец своей жизни страдал Леонид Миронович болезнью, противопоказанной артисту агорафобии, боязнью открытого пространства. И не случайно говорил он партнёрам, а в этой мизансцене буду я держаться за стул и говорить свой текст. Отелло был в 30-м, а в 1935-м году Леонид Миронович, уже орденоносный, был назначен деканом актёрского факультетов ГИТИСа. А ещё через 4 года в 1939-м был назначен художественным поговорителем ГИТИСа и остался в памяти многих поколений студентов именно в этом своём статусе. И вы знаете, вот думаю я, но ведь великий трагик, и он, и другой великий замечательный Качалов, и все они замечательные. Вот читаешь их тексты 30-х годов второй половины и ничего не понимаешь. Ну как они, но ведь застали ещё и царизм, и временное правительство, но ведь вроде бы всё должны понимать. Совсем другие люди. Вы знаете, понял я одну великую правду. Я даже боюсь об этом говорить, но, видимо, говорить надо. Эту правду, я бы назвал обаянием тоталитаризма. Мы обаянием диктатора. Мало кто преодолел это обаяние. Может быть, первым, кто понял, ну, во всяком случае, прописал, был замечательный, великий немецкий писатель Томас Ман, который написал эссе брат мой Гитлер. А Сталину Сталину давалось многое. И можно по-человечески понять и Леонида Мироновича, и многих других. Ну, действительно, 38-й год, октябрь месяц, 40 лет к художественному театру. Посыпался звёздный дождь, ордена, премии. лично Леонид Миронович получил премию 20 тысяч рублей. Ну, я бы сказал бы так, учитывая, что килограмм феврюженки стоил 4-6 рублей, можно представить себе размер этой премии. Ну, и кроме того, были установлены три именные премии, 400 рублей каждая, а для сравнения сталинская премия была 500 рублей. Две премии в ГИТИСе и одна премия в институте Карпенко-Карова. Итак, 39-й год, пришли ребята, ребята, тоже трагическое поколение. Замечательно сказал о них поэт этого поколения Евгений Винокуров. Есть у него замечательные четверостишие в одном стихотворении. Звучит она так. Мы верили легко и просто ребята тех далеких лет в Ивана Царевича геройство и в информацию газет. Верили. И полегли, многие полегли. Потом мы покажем вам доску с теми фамилиями работников и артистов Гитлеса, которые остались на войне. Но вернемся к педагогам. Здесь было такое, был такой букет замечательный, букет педагогов, что, конечно же, всех я не назову. Я заранее приношу извинения, если я кого-нибудь не назвал, не потому, что плохо отношусь, просто всех перечислить просто нельзя. Но о некоторых я все-таки скажу. Здесь преподавал человек замечательный, сложной судьбы, но замечательный тетровед, критик Борис Владимирович Альперс. Работал он в Вемерхольде, написал замечательный труд в Театр социальной маске, достаточно регулярно выступал как критик в прессе. Яцинтова не просила ему, что после его статьи 36-го года МХАТ-2 был закрыт. Работал он здесь, написал замечательный труд в Театр Щепкина и Мачалова. Сейчас я сдал и многие его работают. Рядом с ним и вместе с ним работал замечательный специалист по западноевропейской литературе Константин Георгиевич Локс. Немножко такой, ну, судя по воспоминаниям, рассказам, чуть-чуть хмурый, флегматичный, но все слышащий, все знающий. О нем тоже мы расскажем. Здесь работал замечательный Николай Иванович Тарабукин, остался в памяти как обыкновенный гений, о нем тоже расскажут. И здесь работал человек, которого я лично безумно, я бы даже не сказал, люблю. Это слово не передает моего отношения, всей гаммы моих отношений к нему, потому что он для меня какой-то, ну, я бы сказал, бы эталонный человек, это Алексей Карпович Дживелегов. Николай Михайлович Тарабукин принадлежал кабарбанцам ГИТИСа, вот которые как шембинага ходили в каких-то валенках и тулупах. И Николай Михайлович очень бедствовал, что мы узнали потом. Он был просто очень бедным человеком. И умер он в общем в глубокой нищете. Это больно, но это так. Я вот прочитал в одной из статей, по-моему, Наталья Толлина Крымова о нем писала. Она писала замечательные слова «Обыкновенный гений». Написала она о нем. Я должен своему стыду признаться, что вот в литературе вот его самого, вот его книг я очень мало встречал. И честно признаюсь, и о нем тоже вот в период до 80-го года гораздо реже, чем о других, я бы сказал, фигурах, титанах, о которых мы сегодня говорили. Вот расскажите подробнее о Николе Михайловиче. Ну, профессор Николай Михайлович Тарабукин, к сожалению, вы действительно не могли читать его книг, потому что они почти не издавались. В начале 20-х годов вышла какая-то книга, которая стала уже библиографической редкостью, раритетом. Правда, сейчас, вот только буквально на днях, мы раздобыли две рукописи. Одна история костюма, и вторая композиция в живописи. И вот мы будем сейчас издавать, вот наше издательство, только что созданное, издательство ГИТИС, будем издавать эти две книги, которые должны, конечно, заинтересовать очень многих людей. Но вы знаете, его называли просто, четко и грубо формалист. Сейчас это похвала. Сейчас похвала отдать было худо. Клеймо. Худо. И как он удержался в ГИТИСе, это надо отдать должное святой женщине Анне Никитишне Фурмановой, вдове знаменитого писателя, так сказать, и бойца гражданской войны Дмитрия Фурманова. Анна Никитична добилась, чтобы он работал в ГИТИСе. Наш курс в 37-м году остался без руководителя. Режиссерский курс, на котором я учился. Ну и, естественно, молодые студенты, юные студенты, кого не хотят пригласить руководителя. В 37-м году Мейерхольда. Только его одного. А тучи уже сгущались. Уже сгущались, да. Мы приходим к Анне Никитишне, она говорит, с удовольствием. Но я его приглашал несколько лет тому назад. Он отказался. Пойдите, может быть, сейчас, когда ему плохо, он захочет к молодежи прийти. Это тоже она решилась на поступок. Да, это правда. в то время уже очень серьезно. Это правда. Мы приходим туда, мы приходим к Севу Демилевичу. Домой это отдельная тема, это, но не касающаяся Гитиса, была исключительно интересная встреча. И он только задает одну фразу, один вопрос. А, Николай Михайлович, Тарабукин у вас работает? А мы еще не встречались. Да, А тогда зачем вы меня приглашаете? Тарабукин про режиссуру все знает. Пространство он понимает лучше меня. Ну, мы решили, это шутка гения, не обратили внимания на эти слова, так сказать, тем более, Тарабукин, кто его знает. Да, дальше произошел один интересный эпизод, который имеет отношение к дальнейшим. Он в это время, Мейерхольд, работал над своим последним спектаклем в своем театре. Как закалялась сталь или одна жизнь на сценировку этого романа. Нам выпало счастье посмотреть, благодаря тому, что мы были у Мейерхольда эти репетиции, сейчас уже почти нет людей, которые видели репетиции этого спектакля. Театр закрыл. И вот, значит, когда он рассказывал о работе, он вынимает одну репродукцию, и показывает ее нам. Вы знаете, что это за художник? Конечно, нет. Вот это художник Ходлер. Называется картина «Рубка леса». И начал рассказывать интереснейшая картина, очень экспрессивная, напористая. Говорит, я так буду ставить, как закалялся. Ну, очень хорошо, мы запомним. И вот, наконец, наше первое занятие с Николаем Михайловичем Тарабукиным. Отвратительное впечатление произвел на вас. Ой, как Нильс Бор. Великий Нильс Бор отвратительно читал лекции. Нет, он даже, я Бора не слышал, так сказать, это не по моей отрасли. Вот, но он читал, так сказать, в общем-то нормально, как раз, ну, какой-то, знаете, рыбий глаз. Такой, он смотрит на вас без особого выражения или наоборот, слишком иронично. И поэтому теряет выражение. Потом мы поняли, что это именно второе. И какой-то вялый. И потом он вынимает пачку репродукции, показывает, там, Иван Грозный убивает своего сына, неизвестно. Потом он показывает картину. Что это за картина? И мы все говорим «Хотлер!» «Рубка леса». «Хотлер! Рубка леса!» То есть, вы знаете, он растерялся. Он говорит, никто мне не ответил, ни в ГИТИСе, ни в ГИТИ, он там тоже преподавал, никто мне не ответил на этот вопрос, никто его не знает. И он начал относиться к нам с огромным уважением. А вы не рассказали, откуда? Потом рассказали. Потом рассказали, естественно. Он был такой тип чудака. и человека со странностями. И, ну, он читал, он совершенно замечательно. Но, конечно, он был страшно субъективнее. Ну, предположим, он, там, архитектура, русская, церковная архитектура, он не любил. Поэтому он показывал так. Вот у него стопка Базилия Блажанова. По каравану не любил. Спас не летит. Так, все, да, без всяких комментариев. Ну, вот, и начинается, там, звортноц. Да, звортноц. Начинается репсиме и Гаяне храмы и Чмякзина. Да. Вот тут нам показывает он на доске, план, рисует, все. У него были вот такие пристрастия. Вот он очень любил там дега. Значит, это все замечательно и так далее. А кого-то уж не помню, кого он не любил. Вот когда он не любил, он уже знает. он там. Допрос коммуниста. Нет, про это он просто никогда не читал. У него было соединение вот этого математически точного анализа с эмоциональным восприятием. Ну, например, оказывается, что Эйзенштейн, который нас всех поразил разбором картины Серова портрета Ермолова. Помните, величестый портрет Ермолова, серовский портрет? А помните, что о нем сказал один из русских критиков дореволюционных? Дореволюционных не помню. А я знаю, он ее не любил. Он ее не любил, Ермолова, и сказал, все правильно. Посмотрел он на портрет Серовский и сказал, так и стоит, как всю жизнь играла пузом вперед. Ну, я тоже не знаю. Да, мы не видели. Говорят, хорошо играла. Ну, говорят. Говорят, даже очень хорошо играла. Будем верить вот все-таки тем, хоть пусть этот идеал останется. Я знаю. Слишком много у нас разбитых. Вот, ну, там очень здорово разбирала Эйзенштейн. Ее портрет полностью, памятник, потом до колен, поясной, бюст, голова и крупный план глаз. Сделано все математически точно. И, оказывается, это от Тарабукина шел этот анализ. И мы говорим, Николай Михайлович, ну, как же, понимаете, каким нужно быть человеком гениальным, чтобы так разработать такую композицию, ведь это математическая точность. Он говорит, вы что, с ума сошли? Серов был нормальный, очень талантливый художник, но он никогда об этом не думал. Говорит, простите, а как же вы... Говорит, а это моя зарплата, сказал. анализировать, что он делал, это моя зарплата. И надо сказать, что многие режиссеры, которые работали после ГИТИСа, после встречи с Николаем Михайловичем, они для себя вынесли какие-то чрезвычайно простые, но мудрейшие советы. Ну, например, на одной лекции он говорит, самая короткая линия это диагональ. И убеждал, и так далее. На следующей лекции он говорит, самая длинная линия на сцене это диагональ. И опять убеждал, анализируя, главным образом он был влюблен в спектакль Мейерхольда «Дама с камелиями», именно по, так сказать, его диагональной композиции. И потом Варпаховский, в частности, Мейерхольд, они разрабатывали эти слова именно, так сказать, от Тарабукина. Он говорил так, у вас будет сложная ситуация, вам нужно сделать гениальную мизансцену, а вы ее придумать не можете. Ставьте диагональ, она вас всегда выручит. Правильно? Знаете, вот что мне кажется замечательного, то, что вы сейчас сказали, я вот думаю, вот наше мышление так устроено, советское, чтобы вот знать одну истину и ее придерживаться. Вот эта идея, что самая короткая линия диагонали и самая длинная, он взламывал вот это стереотипное, нормативное представление. Он все время давал вам возможность понять, что нет одной единственной истины, что она разная. Когда мы потом к нему пристали, Николай Николаевич, ну а какой же ключ по-вашему к перевоплощению, вы так отнеслись презрительно, так сказать, к этому? Он говорит, первый ключ к перевоплощению актера это его силуэт. Да. Мы призадумались. А потом, вы знаете, я выяснил, что эта великая мудрость, которая была совершенно разработана самостоятельно, параллельно и со Станиславским, и с Немировичем Данченко, это физическая мизансцена тела. То есть, тело определяет характер. Вот можно я, так сказать, не сыграю, а, так сказать, покажу, как это было. Это было бы замечательно. Николай Михайлович принес карандашные эскизы, ну, копии, естественно, Павла Федотова, как люди сидят на стуле. И вот поэтому, только такой силуэт наброс. и поэтому все понятно. Вот, предположим, вот сидит человек, вот так вот сидит. Кто это такой? Зажатый какой-то. Просите. Зажатый. Который не знает, как сказать, могу я вот в такой позе потребовать что-то? Никогда уже. Бедный родственный. Да, а вот если я сказал, вот так. Хозяин. И все. Вот он научил в позе, в силуэте находить правду характера и ключ к перевоплощению. И он, между прочим, это не его слова, но он их, так сказать, возвел в принцип слова Корнея Ивановича Чуковского, который сказал, что Мейерхольд это гениальный психофизический скульптор. Хорошо. Понимаете? Да. То есть, это психология, внутренний мир в физическом воплощении, но не просто физи, а в скульптурном, то есть отобранном. Куда все ушло, Борис Гаврилович? Да, не знаю. Или знаю. Или вот, предположим, как вот он ловил. Говорит, вы что, вы смотрите картину, но вы же ее не видите. Ну, как таково? Внимательно. Это замечательно, это правильно. Не видите. Ну, хорошо, давайте, значит, к примеру, как вы любите говорить. Он говорит, пожалуйста, примите мизансцену Роденовского мыслителя. Вы помните мыслителя? Помню, конечно. Ну, сядьте. Ну, и все. Все смотрят. Похож он на мыслителя? Говорит, нет. Вы похожи на думающего человека. Теперь посмотрите внимательно, что Роден сделал. Почему у вас не получается? Потому что вы сделали примитив. Так посмотрели, вот там сидит человек. А оказывается мыслитель, мыслитель сидит вот так вот. У него локоть на другом колене. И это дает напряжение мысли. Вот это увидеть. Увидеть. И он всегда говорил, даже когда мы приходили с ним в музей, сколько будем мы в музее? Говорит, ну, часов пять. Вы что, сошли с ума? В музее можно быть не более полутора часов. И смотреть три-четыре картины от силы. Больше вы не имеете права присутствовать. Иначе вы не увидите. Конечно. Я вам скажу, вот наши социологические исследования в Союзе показывают, что за полтора часа нормальный советский человек обегает весь Эрмитаж. Да. Да. Конечно. Великий Гейне сказал, мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэтов. Как они в эти тридцатые годы жили с этой трещиной? Ну, вот так мило, непринужденно беседуем. А ведь время, о которых... А те годы, о которых вы рассказываете, это ж годы, в общем-то, скажем, прямо страшные. Тридцат шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый. Вы знаете, я однажды одного замечательного нашего титроведа, Юлия Сергеевича Рыбакова, спросил. Я говорю, Юрий Сергеевич, вот как вы учились в ГИТИСе после войны? Сорок седьмой, сорок девятый, пятьдесят первый год. Ведь что же в жизни творилось? Как же вас учили? Он мне говорит, а вы знаете, вот Павел Александрович Марков, наш педагог, он закрывал дверь, и все, что творилось за дверью, мы просто не знаем. Мы занимались анализом искусства. Может быть, это позиция. Но я не думаю, жизнь должна была врываться в этот ГИТИС, в дом, понимаете? Вот она должна была врываться. Вот как было в ваше время, как люди себя вели в эти годы. Вот понимаете, Геннадий Григорьевич, вы все задаете такие вопросы, знаете, попадаете вот на такие точки-то. Так это зрелио интересно. Да, вот мне много со своими учениками приходится, когда разговаривают, они спрашивают про эти годы. То же самое, что и вы говорите. Это интересно. Ну а как же вы жили? И мне бывает стыдно признаться, но мы здесь, когда мы учились в ГИТИСе, мы были счастливы. То ли потому, что мы умели отгородиться в своем доме. Вот вы начали все вопросы свои ко мне вот с того, что это наш дом. Он был нашим домом не только для нас, для студентов, но и для педагогов, для этих мастеров, которые столько испытали в то время. И каждый раз они приходили сюда, и они находили какое-то отдохновение, они здесь какие-то брали новые силы для своей какой-то работы. Ну вот, предположим, вот тот же Берсенев. Ну ведь очаровательная история. А ведь он пережил закрытие театра так называемого второго МХАТа. И я помню это, когда он приходил в ГИТИС, по-прежнему элегантный, по-прежнему в форме, но он так вот, репетиция, занятие, лекция, и вдруг он отключается. И ребята все, он был на другом курсе, но они рассказывали, и ребята все замолкали и не прерывали этого, потому что понимали, что он несет вот свой, свой груз, свою тяжесть, так сказать, в институте. Потом он это сбрасывал и опять принимался говорить под руку. Не было режиссера, руководителя, который что-либо в то время не принес бы с собой горестного. Тогда это была, конечно, очень страшная ситуация, но когда еще молодые театры сливали, предположим, Трам, нынешний Ленинский комсомол, слили со студией Симонова. Ну это хотя было очень жестоко и несправедливо, но это как-то... Симоновская была там, где был потом цыганский театр? Да. Это здание, о котором вы не упомянули в своей передаче. Ну это передача была другая? Да. Это напротив нынешнего театра Станиславского и Немировича Данченко. Сейчас там госстрой, такое мощное здание. А там тогда была Симоновская студия. Да, и вот, ну, предположим, слияние камерного театра, с реалистическим, которым руководил великий художник Александр Якович Таиров. С реалистическим, который, да, буйный, молодой, отчаянный, неуправляемый охлопков, это уже было в ухо. Ну потом там острот было много, ну, предположим, говорили, что надо слить малый театр и художественный и назвать их мало художественным театром. Замечательно. Или так говорили, что нужно слить цыганский театр и еврейский театр и предложили им найти общий язык. Так что вариантов было очень много, но это все смех сквозь слезы, как вы сами понимаете. И вот Каверин, Берсенев, Симонов, когда они все, Таиров тут не преподавал, но охлопков, когда они все приходили с окровавленными сердцами, с растерзанными душами. А вот вы студенты это чувствовали? Конечно. Конечно. КОНЕЦ Не сотвори себе кумера Это правильная мысль Но если сказать о человеке, перед которым я благоговею То это будет Алексей Карпович Джавелегов Два года назад я увидел его бюст у гаража Гитиса Сейчас он в музее Но честно должен сказать, мало кто в Гитисе помнит и студентов Кто это такой? А был он, по-моему, не только ренессансный человек Это был последний энциклопедист Мы сегодня в гостях у его приемной дочери Екатерины Павловны Перегудовой Которая расскажет о нем Алексей Карпович был человек, который формально работал в Гитисе И занимался формально, да? Да Западноевропейской литературой Да А вот мне представляется, что его знания Вот они были настолько обширны Что к нему можно было обращаться и по другим вопросам Вот по другим проблемам, да? Да Геннадий Григорьевич, во-первых, начнем с того Что с 1908 года до 1936 года он работал в редакции «Гранат» Издательство «Гранат» Издательство «Гранат» Замечательное Он был ответственным редактором И им было написано очень много статей То есть у меня это просто несколько чемоданов, статей написаны О западной философии, о русской философии То есть он начинал не как искусствовед, не как театровед А он начинал, и не как филолог, а он начинал как философ Понимаете? Да ему Владимир Ильич Ленин был опубликован в этом слове Да, я слышал, что это спасло Алексея Карповича Это его спасло Будем думать, что это так Будем думать, что это так Поэтому начинал-то он, понимаете, совсем с других Он занимался немецкой философией У него масса трудов по немецкой философии И вот та библиотека, которая была у него в доме И потом, так сказать, которую после его смерти нам пришлось ликвидировать Поскольку мы перевозили маму в другую квартиру меньшую И все это в библиотеке иностранной литературы Там огромная библиотека по немецкой философии Ведь вы знаете, что мы не уезжали из Москвы всю войну Стояли уже, как говорится, готовые Академия наук уехала Тогда Алексей Карпович работал в Институте мировой литературы Уезжала мировая литература Все уезжало вокруг Мы сидели на чемоданах У нас у каждого были какие-то рюкзаки С чем-то Алексей Карпович говорил Подождем еще один день Наступило 16 октября, как известно 16-го, 17-го, 17-го Когда грохотало все И, значит, мама сказала Ну хорошо, может быть, мы отправим Все-таки мы отправимся Уехал художественный театр С которым мы... Это все организации, с которыми мы могли бы и должны были бы уехать Он сказал Нет, я не уеду От библиотеки я никуда не уехал Ну его можно понять Конечно, его можно понять И мы не уехали Ну это наше счастье, конечно Что все так обошлось Но что могло бы быть с его бесценной библиотекой, если бы мы уехали? Вы знаете, я вас перебью на минутку Моя покойная теща, замечательная Педагог по музыке, Анаида Самбатян Тоже не уехала Я у нее спрашиваю Анастасия Павловна, почему вы не уехали? Она говорит Вот ты знаешь, я абсолютно была уверена, что мы победим в этой войне И даже 16-го октября 41-го года Когда Москва рванула Я осталась Я говорю, почему? Она говорит, были... Она в консерватории работала Шабалин, директором коррекции И я Я говорю, почему? Она говорит, ты знаешь, немцы, которые шли на... Ну, фашисты, которые шли Это порядок Мы — это хаос А хаос сильнее порядка Да, 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 да В доме, где жил Алексей Карпович Это улица Белинского Дом номер 5 Который он никогда не называл Улицей Белинского А всегда называл только Долгоруковский Поскольку раньше это был Долгоруковский переулок Так же, как он никогда не называл колонный зал А всегда говорил дворянское собрание И так далее, и так далее Так вот В этом доме На улице Белинского Или в Долгоруковском переулке Бывали люди О которых Просто О каждом из них можно было бы Написать, сказать Послушать их А я вбегала И выбегала В этом доме еще была одна деталь Это была коммунальная квартира Да, я сейчас скажу Это бывшие квартиры Алексея Карповича Да, да И густо населенные Да, это огромная коммунальная квартира С одной семьей Одна семья и 11 детей Это такой армянский клан Нет, это был русский Нет, это русский клан Поселили мать-героиню с 11 детьми У Алексея Карповича Осталось две комнаты Смежные И все И общая квартира И общая Огромная квартира С 11 детьми Дело в том, что Вот я так сейчас вспоминаю Как он работал Как он писал Он на тебе тоже Само об этом подумал Вот как можно Вот я об этом И хочу сказать Как можно Я входила в эту квартиру Перекусить, поесть Потому что Студенческая жизнь Была голодная тогда А там всегда можно было Немножко что-то перехватить И я видела Алексея Карповича Сидящего за письменным столом В проходной комнате С голландской печкой За столом в пенсне Который только поворачивал А, здравствуй, душка И продолжил работать Вот так он работал До 50-го года С какого года Он в этой квартире поселился Я не знаю Но думаю Что это где-то Было До революции Да, до революции А потом уплотнили До революции, да Да, да А потом уплотнили И он относился к этому Совершенно спокойно Я никогда не слышала От него Никаких, так сказать Стенаний Или каких-то Понимаете Выражений того Что ему неудобно Ему все было удобно И вот В этой квартире В этой комнате вернее Стояли вот эти два кресла На которой На которых сидели Все, кто приходил Начиная А кто? Сейчас скажу Николай Калиникович Гудзи Анатолий Виноградов Писатель С которым он очень дружил В 30-е это время Да С которым он очень дружил Осуждение погоняло Сергей Николаевич Дурылин Василий Иванович Качалов Дмитрий Николаевич Журавлев Наталья Дмитриевна Шпиллер И его ближайшие друзья Которые не относились К кругу Театра и театроведения А вот какой он был Вот в жизни Вот понимаете Какой он был Выдающийся Великий ученый Вот мы как-то представляем А вот в жизни В быту Да, в быту Я сказала Он был абсолютно Непритязательный Ни к чему Никаким неудобствам Он всегда был в хорошем настроении Он всегда был ровный Спокойный И с моей точки зрения Очень добрый А главное Понимающий человек Мне иногда Было легче разговаривать с ним О своих личных делах Чем с моей Мною очень любимой Замечательной мамой Вклиниться Да, Михаил Андреевич Любой вопрос Который О ком бы вы не задавали вопрос Это была такая Ответная уже формула Господи, да кто же его не знает Господи, да кто же этого не знает В ГИДИСе Вот по легендам Подруг И Кати Больше всего Боялись вопросов На экзаменах Алексей Карпович Не потому что он хотел Так сказать Подкузмить Или Так сказать Подвести Экзаменат Экзаменующегося А потому что Он задавал вопрос Который само собой разумеется Естественно, да Для него Это было естественным Что каждый человек Это должен знать Кстати К его Экзаменам По его предмету Казалось бы Он вообще никогда Не ставил двойку Кстати Это Весь ГИДИС знает Что как бы ты ни заваливал Он тебе все равно Двойку не поставит Но готовились И в том числе Между прочим я Готовился больше всего Именно К его экзаменам Потому что Очень хотелось Чтоб он порадовался И чтоб он увидел Что мы Что-то берем от него И что-то понимаем О чем он нам рассказывает Это действительно Вот такая Парадоксальная Совершенно ситуация С ним была Хотя были люди Которые говорили А Он все равно Двойку не поставит Вы знаете Я понимаю вас Потому что Вот я тоже В ГИДИСе работаю Я понимаю Что у меня Реальных рычагов Воздействия на аудиторию Нету Ну Они или выпросят Или Мне самому неловко Ставить им двойку Там стипендия Поэтому единственный способ Как-то повлиять на них Вот понимаете Чтобы им было неудобно Да Вот ему было неудобно Отвечать плохо Вы задали вопрос Какой был Алексей Карпович Он невероятно Любил юмор Не раз слышал Юмор Юмор У меня был припатен этот вопрос Он любил юмор Довольно соленый И крепкий Так сказать И Так сказать Провоцировал На Так сказать На Вот Подобные Значит Рассказы Тех людей Которые попадали К нему в дом Он был Невероятно Хлебосольный Да Вот это я скажу Ладно Да Очень часто В самые трудные И легкие И любые годы Всегда в доме собиралась Масса народа Устраивались Значит Разбегался большой Стол В маленькой столовой На Долгоруковском Переулке И все усаживались И все А были все те же люди О которых я вам говорила Вот это была Вот эта компания Ученых Высоких Так сказать Академиков Артистов Артистов Еще был один человек Любимый в этом доме Это Федор Николаевич Михальский Известный МХАТовский 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 Сказал Федор Николаевич Михальский Всегда приходил с гитарой И замечательно Пел всякие смешные И соленые песенки И так сказать Мы все ему подпевали И вот на этих вот Обедах Или там даже не на ужинах Посиделках Все были Веселыми Очаровательными Интеллигентными Это очень правильная мысль Они были Интеллигентами И Бэйджиев слева И Аникс справа Вообще мне кажется Что это было Последнее Интеллигентное поколение Потому что Нет культуры Без ее Носителей Они были Культурными Потому что Становым хребтом Их духа была Культура Потом После Все было Перебито И выросло Другое Поколение С перебитым хребтом И нравственность И культура Он Выходя из дома Всегда набивал Карманы конфетами Я сначала Детей в доме Тоже получали Эти конфеты Да Я никак не могла Долго понять Что он говорил Моей маме Давай Давай Я ухожу Давай И набивалось Это все Дети Которые жили В округе Все его знали Все к нему Бежали Он всех Одаривал конфетами Он всех Целовал Он всех Обнимал Вообще Его любовь К детям Действительно Была просто Необычайной Вообще Прекрасно Относился К детям И к молодым Людям Кстати К девушкам Поцелуй У них был Невероятный Он по-моему Шел по Гитису И целовал Каждую Третью Это есть Такая легенда В Гитисе Это не легенда Это факт Его по-моему Даже разбирали Извините Так вот О детях Еще раз Умер Алексей Карпович Последние полтора года Он жил уже Не на улице Белинского А жил на улице Горького Вот напротив Магазина Динамо Есть Кооперативный дом Который построил Художественный театр И вот На похороны Пришли дети Они где были С улицы Белина Похороны были на Новодевичьем Похороны были на Новодевичьем Но венок был принесен Я сейчас не помню То ли Панихида была в Гитисе Да В Гитисе В большом зале Гитиса Была Панихида Народу было очень много Позволь Я как раз тогда И договорю эту тему Спасибо Прошу Хронологию более точно Так вот Вносится в венок Алексею Карповичу Живелегу От детей С улицы Белинского Замечательно Вы знаете Когда я читаю его работы О итальянской комедии Масок О Данте Я понимаю Что он был профессиональный историк Кроме всего прочего Конечно Да Но вот А вот Носитель вот такого Исторического чувства Исторического ощущения Вот в семье Это ведь тоже должно было проявляться Вот сохранил Сохранил ли он что-нибудь Из своей вот От бабушки От дедушки Сейчас я вам расскажу Казалось Мне всю жизнь Что ничего этого Ему как бы и не надо было Однако После его смерти И Мы обнаружили Что он Хранил То что хранит Каждый человек Принадлежащий К той или иной Национальности Он хранил Армянские Для него Очень важные Видимо Вещи Это две вещи Можно я покажу Да конечно Нужно Нужно Это Крестильное покрывало Давайте мы подержим Подержим Крестильное покрывало В котором Его крестили В 1875 году Мы держим Столетие Мы держим В руках Столетие И второе Рядом с этим Крестильным Покрывалом Лежал Головной убор В котором Была Его мать Во время Его крещения То есть Вот эти Святые Вещи Давайте покажем Давайте покажем Вот так Да Которые В идеальной Сохранности Пролежали В течение Более Ста лет У него ведь Очень были Непростые Отношения И с Арменией Хотя он Всегда Считал себя Естественно Армянином Он Очень дружил Кстати С Сарьяном И даже Разрешил Себя нарисовать Хотя Никому Он этого Не разрешил Делать Просто потому Что он Говорил Ну я Не могу Так Долго Сидеть Он Даже Позировал Сарьяну Эта Картина Находится В Ириване После Смерти Алексея Карпича Мы ее Отдали Туда В музей Сарьяна Музей Сарьяна Вот Там Существует Маленькая Такая Наша Семейная Такая Деталь Навелла Навелла Когда Сарьян Кончил Портрет Ну он Естественно Был В сарьяновских Сине Голубых Тонах Чистых И в правом Углу Этого Портрета Было Красное Такое Размытое Какое-то Пятно Красное Шарик Такой С какими-то Черточками Размытое Красное Пятно И Тогда Значит Алексей Карпич Спросил Мартиров Сергеевич Ну я Прекрасно Все А вот Это Что На что Мартиров Сергеевич Ответил Как что Это Ренессанс Я не знаю Сохранился в нашей стране Сегодня Где-нибудь Ренессанс Или нет Но если Сохранился То вероятнее всего Гитисе Очень похоже Очень похоже Я говорю Марису Что же Очень похоже Как ты Как это Как это Я его прекрасно Помню Забавная Забавная картина Понятная Я не всем Сижу 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 Как буратино И Луковицу Ем Последние Копейки Растрачены Без слов На модные Наклейки В стране У дураков На модные Наклейки В стране У дураков А тут Мозги Распухли Нет Дыма Из трубы Ах Куколки Мы Куклы Игрушечки Судьбы А завтра За бесценок Уже В который Раз Нас Выпустит На сцену Маэстро Карабас Нас Выпустит На сцену Маэстро Карабас Комедии Дешевой Треть Жизни Протекло От Прибыли Грошовой Ни жарко Ни тепло А что у нас Осталось А все Что на виду Мальвина Затерялась В далеком Городу Мальвина Затерялась В далеком Городу Труды Намялись Спину Уже Не встать Не сесть Рисованных Каминов По комнатам Не счесть Полез бы В них Без страху Да ключик Из болот Несет Мне Черепаха Уже Который Год Несет Мне Черепаха Уже Который Год Я 10 лет назад Сама поступала В театральный институт На актерский факультет И тогда Ну как мне кажется Было совсем Все не так Актеры Это была Самая престижная Профессия Наверное Актеры сейчас Самые непрестижные Почему вы решили Все-таки Эти в театральный Ну потому что Как-то без этого Не мыслится Жизнь Будущая Как-то невольно Все происходит Само собой Заставляет Как-то А что невольно Происходит Вот что вас заставляет Ну это начинается Как у всех В детстве Там еще Какие-то кружки Самодеятельность А потом Как-то Все засасывает И чувствуешь Что без этого Просто невозможно Существовать Как-то Легче становится Жить Когда Проходишь Этот Тап Вам тоже так С детства Да нет Не с детства Просто я Переменил Много профессий Много всего Испробовал Каких профессий Я был официантом Был барменом Шофером Был директором Был Приседентом Кооператива Вот Был Сейчас начальник отдела Охраны Кем я только не был Преподавал там И карате И дзюдо Все было Вот Ну и еще как-то Получалось Работал в театре Наверное Все-таки Важность Не в деньгах Не то что Деньги Там положение Еще как-то Да просто Хочется нормально Работать И нормально Чтобы получить удовольствие Главное в этой жизни Это Быть полезным И знать Что кому-то Это Кому-то Это В конце концов Нужно Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Второй этаж Третий этаж Вот и второй этаж Детиса Здесь мы расскажем вам Про Сороковые Пятьдесятые Годы Сороковые Роковые Как писал Когда-то Замечательный Наш Поэт Прекрасный Поэт Давид Самойлов Я уже сказал Что Гитис Благополучно Ну относительно Благополучно Пережил Тридцатые Годы Увы Сороковые Этого Не Произошло Он был Втянут В воронку Нашей жизни Со всеми Вытекающими Отсюда Последствиями Хотя Я должен Должен Сказать Что Вроде бы Все что было Первые половины Первые половины Сороковых Готов Естественно Война Уходит на фронт Единут Студенты Он Наша Памятная Доска Создают Фронтовые Театры Педагоги И студенты Уходят На так называемый Трудовой Фронт Было такое У них работа Село Дрыкино Серпуховского Района Где они Убирали Урожай И Ректор Гитиса Стефан Стефанович Макульский Замечательный Наш Специалист Поехал К ним Проверять Как живут Студенты Заблудился И Переночевал В крестьянской Избе И встретился Там С женщиной Которая Узнав Что она Из Театрального Института Призняла Своей бесконечной Любви к театру И всю ночь Как она Рассказывает Оан Макульский Стефан Стефанович Рассказывал Ей О театре И она Навсегда Запомнила Эту Встречу Я об этом Знаю Только потому Что после Первой передачи Прогулки В Театральной Москве Эта женщина Нашла меня И очень долго Рассказывала Вот об этом Эпизоде Который Произошел В селе Деревне Дрыкино Сиркуховского Района Гитис Уже В 42 Гитис В октябре Переехал Снова В Москву Потому что Во время войны 41-42 год Он был в Саратове Переехал в Москву Начался учебный процесс Вот вы знаете Я прихожу Когда вестибюль Гитиса Первым делом Я смотрюсь В огромное Гитисовское Зеркало И молодые студентки С удивлением Думают Да что же это такое Что там может она увидеть И зачем так долго В него смотреть А я вижу там Годы Вижу себя С косичками 16-летнего В бархатном платье Которая пришла поступать В этот институт Вижу Алексея Карповича Джовелегова Который меня принимал На театроведческий факультет И пока я что-то там Лепетала Что-то выученное Он сказал С такими ножками Берем И это было потрясающе 42-й год Война Ни ножек Ни ручек Черт знает Что на нас было надето Но Это сразу научило нас Умению смотреть Хоть на себя Друг на друга Увидеть Как много красивых людей Было кругом Почему-то на этом экзамене Была Книпер Чехова Вероятно Как-то она осеняла Своим именем Своим авторитетом Вот этот театроведческий экзамен И послушав меня Несколько минут Она сказала Слушай, девочка А не хочешь ты на актерский Брось ты вот эту всю науку Мне кажется Лучше бы тебе на актерский Я говорю А что я буду играть Спросила я ее Посмотрев на меня Несколько минут Внимательно Она сказала Комических старух Я сказала Боже Какой ужас И осталась на театроведческом Теперь я понимаю Что может быть Она Была права Что такое для меня ГИТИС Ну это и смешное И грустное И ностальгия Ностальгия какая Вот я снова вернулась Преподавать В ГИТИС И когда меня спрашивают А сколько денег Как сегодня модно Все-таки сначала Теперь деньги А потом душа Я собственно даже И не знаю сколько денег Вот я опять в ГИТИС И я преподаю Чтобы вернуться Только в эти стены Для меня ГИТИС Это всегдашний ремонт Это просто потрясающая история Вот когда я поступала Его ремонтировали Когда я защищал диплом В одном из этих залов Он был весь в лесах И сегодня Когда я снова пришла преподавать Как будто именно Специально перед моим приходом Облили лестницу водой Зимой Для того чтобы уже можно было Карабкаться Вспомнить опять Военные годы Можно я вас перебью? Да Я прочитал Не помню кажется Паустовского Как однажды В 19-м году Английский корабль Стоял в поте И шел дождь И там был молодой Юнга И вот они месяц Стояли в порту И шел дождь Через 50 лет Капитаном корабля Он вернулся в поте И все время шел дождь Он вынул тропку И сказал Как? С тех пор не переставая Вот приблизительно Это происходит со мной И я все время вижу Одну и ту же черную собаку Это просто потрясающе Здесь где-то есть Что-либо с Кервильской Они ее выпустили в 42-м И она до сих пор здесь И она всегда беременна Что интересно Вот когда бы я ее не видела Возле театровического факультета Она снова собирается рожать Значит, еще есть жизнь Ну что для меня И смешно И трогательно И грустно Значит, учил нас в медицине Поскольку была война И у нас было военное дело И значит, из нас готовили Имя цестер И какой-то военный товарищ Нам сначала говорил Что сначала мы из вас Делаем офицеров А потом актеров Я даже выучила Что я должна делать Услышав лазь С рожевой собаки Сейчас забыл Ну что-то я должна была сделать Вот, был такой Ивер Позвать Никиту Карацупову Да, был такой Ивер Врач художественного театра Вероятно, он умел Кого-то там лечить Может быть, в художественном имя Нам он рассказывал Как нам надо Вести себя на поле боя И значит, рассказывал так Если выносите раненого Из поля боя Значит, обязательно Надо выносить подкладкой кверху На пиджаке Подкладкой кверху Сначала мы требуем От больного сифилис А уже потом всего остального Если больной упал в обморок Не беспокойтесь Он уже от вас не убежит Вот с этими сведениями Так сказать, я была в ГИТИСе А рядом были потрясающие Мои учителя И не только мои Вот всего Моего поколения Ну, скажем Ну, что я могу рассказать И как долго могу я рассказывать Про Григория Нарсесовича Боиджиева Который учил нас всему Что такое семинар по театральной критике Вот скажем Как он сегодня ведется Разбирают работу Написал чек, рецензию Ему объясняют хорошо, плохо А в понятии Григория Нарсесовича Было создание Одновременно Педагога, критика, личности Женщины Таланта Мужчины Ну, то есть Все, что Что нам может пригодиться И в частности он говорил Вот, может, вы станете педагогом Вот расскажите Как вы войдете в класс Кто из нас знал Как мы войдем Когда-то в класс И вот он нам говорил Значит так Если у вас в руках Какая-нибудь сумка Или сверток Оставьте за дверью Ради бога Не входите в аудиторию С каким-нибудь мешком Мы-то думали Что только во время войны Мы таскаем эту ношу Но теперь мы опять Все время ходим Все с той же сумкой Но без той курицы Которая раньше все-таки лежала Вот он велел нам всегда Входить в класс Без вот этих сумок Посмотрите Не перекручен ли у вас чулок Говорил Григорий Нарсесович Когда вы входите в класс Вы должны быть красивы Элегантны Вас не только слушают На вас смотрят А как вы начнете лекцию Ну, скажем О Станиславском Мы говорили Как Станиславский Радиус Ни в коем случае Надо, чтобы когда вошли Все проснулись Потом могут заснуть Опять Но первые фразы Должны быть такой Чтобы все подняли голову Вы входите Вам надо о Станиславском Вы говорите Как известно Станиславский Жил с Немировичем Данченко Все проснулись Подняли голову Вы говорите А родился он Тогда-то Ну, что Такое Наши педагоги Тогдашние Просто одно Перечисление их Это уже Уровень культуры Нравственности И высочайшей Любви к науке Боже мой Как они научили Нас жажде знаний Я вот До сих пор Когда я вхожу в ГИТИС Я чувствую Этот проникающий холод Мы никогда И нигде не могли согреться Сами вот батареи железные Почему-то источали из себя Ужас холода До сих пор Горячие батареи Для меня всегда холодные И вместе с этим Такой жар В душе нашей был Рожденный именно Рацигом Который выходил И рассказывал нам Об античности И он пел Дея Нира И мы вслед за ним Куда-то парили Куда-то неслись И думали Боже, мы прикосновенные Мы учимся Мы познаем Мы в государственном Театральном институте Какое это было счастье А что такое мы сейчас Педагоги Вот интересно Когда я вижу студентов Один из которых пишет Он думает до сих пор Что вот Толстой Как его назвал Ленин Зеркало русской революции Что это так его зовут И поэтому вот я читаю Где-то такое В какой-то работе Зеркало русской революции Писало Это для меня произвело Просто сильное впечатление Дальше недавно Я где-то прочитал Что Советский Союз Был покрыт льдами Совершенно такое Глобальное мышление Что Советский Союз Сключительно был всегда Дальше кто-то Меня недавно спросил А сохранилось ли вообще Письмо Белинского К Гоголю Ведь так даже Не было пишущей машины Я думаю Ну да Это все мило и смешно Но это мы виноваты Это мы Нынешние педагоги Каким-то образом Так забили им голову В ульгарной социологии Какой-то пошлостью Какими-то штампами Вот То, чего не сделали Вроде бы с нами А как-то мы потом Набрались где-то этого И вот С этим пришли После войны ГИТИС продолжает Ту традицию Которая Сложилась В конце 20-х Начале 30-х годов ГИТИС Ведь Своего рода Ну как сказать Лаборатория Инкубатор Я не знаю Как подобрать Какое слово Выпуска Национальных студий Потом наступает 49-й Год Год Разоблачения Псевдонимов Я его лично считаю Советской охотой За ведьмами Второй процесс Саилемских колдунь Все это уже К счастью Зафиксировано Описано Есть мемуары Они опубликованы И в журнале театра И в театральной жизни Я думаю Что Именно тогда И Из ГИТИСа Начал уходить К счастью не ушел Но начал уходить Тот дух Вот Сократовской Академии Вот тот дух Непринужденности Солнечности Открытости Людей Который ГИТИС умел Сохранить И в 30-е годы Мне кажется Вот Пиком ГИТИСа Вот Это вот первые Послевоенные годы После чего ГИТИС пошел Вниз Не потому что Сам ГИТИС Естественно Просто Время было Такое Когда Самым честным Видимо Поведением Был Великий Отказ Так мотает Нас жизнь Раскрутив Колесо Из вагона В вагон Из гастроли В гастрой Если утром Не выстрел В правый Весок Значит К вечеру Выучишь Новую роль Вся Отчизна Моя От кулиса До кулис Где смеются Веселые люди Кольцо Где Однажды Мы Выбегая На бис Умираем Упав На опилке Лицо Вот Порока Боль До срока Входит В сердце Иглой Значит Все Путь Дорога С глаз Долой С глаз Долой Не ночные Столицы Не кривые Кресты Перелетные Птицы Негодя Нам Приземлиться От звезды И до звезды Вы знаете Юрий Алексеевич Есть две точки зрения Вот согласно Первой С приходом Матвелия Ксеевича В Гитисе Все пошло Вниз А согласно Другой Он Сумел Защитить Гитис От Тотального От Всеобщего Раздора Который мог бы быть И вроде бы Его послали Из ЦК Специального Для второго А он Под видом второго Вроде бы Сохранил Гитис Вот вы работали В это время Вот как бы вы оценили Я Матвелия Алексеевича Отношусь В высшей степени Положительно В нем были Смешные Стороны Ну это Склашные анекдоты По Гитису Да Было много анекдотов Я Один Один анекдот Я не могу Даже не рассказать Так У нас был Заместитель Директора По хозяйственной части Полковник Илья Иванович Кутузов Хорошая фамилия Да Кутузов И у нас был Заместитель Директора По научной работе Илья Яковлевич Судаков Известный режиссер Вам наверное Хорошо известный Да До чего у нас работал Он преподавал Резусу И заместитель Кутузова Призвали в армию Чего он очень Добивался Он хотел вернуться В армию Очень Да И отправили На Дальний Восток И по дороге Пока он ехал В поезде Случилось Такое Несчастье Что он Скончался Пришла Телеграмму Что он умер Ученый совет Встает Уважаемый Матвей Алексеевич И говорит Уважаемые Товарищи Вот случилось Такое Событие Я предлагаю Почтить память Ильи Что поговорили Идите Идите Занимайтесь Своей Кнебелью Но При всех Этих Смешных Сторонах Он был Умный И очень Добрый Человек Он уволил Кадры Спасибо Какой-то Человек Милый И темный Одновременно Совершенно Темный И добрый И милый Мы хорошо Запомнили его Поскольку он Все время говорил с нами Какими-то такими Афоризмами Вот я писал Какой-то Автореферат И как тогда Полагалось писать Естественно Писала Краткий курс Пишет Товарищ Ленин Товарищ Сталин Вызвал меня Матвей Алексеевич Горбунов К себе И сказал Вот ты пишешь Товарищ Ленин Товарищ Сталин Ты что Не знаешь Что мертвый Нам не товарищ Кстати Он даже сам Не понимал Тогда Как он оказался Прав И чем Это кончилось Тогда я была Потрясена Как Ленин Не товарищ А между прочим Не так смешон Оказался Матвей Алексеевич Горбунов Ну что же Значит Матвей Алексеевич Тут проделывал Самые разные штуки Однажды Он уволил Из института Николая Васильевича Петрова Известнейшего Режиссера Нашего учителя Интеллигентнейшего Седого Мягкого Элегантного Человека Потрясенный Петров Пришел к нему В кабинет И спросил А как это У меня уволили Посреди года Что случилось Я Да слушай Петров Мы вместо тебе Узяли Софу Геоцинтову Понимаешь У ей побольше Мастерства А ты уж Ступай Петров С Богом Потрясенный Петров Ушел Через некоторое Время К огромному Несчастью Умер Горчаков Вот Здесь хоронили Его И у гроба В почетном Карауле Оказался Горбунов И напротив Него Николай Васильевич Петров Горбунов Сказал Слушай Петров Занимай Его место Сказал Он показывает На гроб Вот Теперь Его часы Освободились Вот Занимай Его часы Занимай Его место А ее Преподавай Простите Матвей Может быть Мы Когда-нибудь Другой Раз Поговорим Да Качал Другой Раз Ты Не Найдешь Вот Сейчас Стоим Бездельнище Можно И поговорить Кто-то Писал Диссертацию Про Театр Немецкий Тогдашний ГДР Он Скал ГДР Немецкий Это До наших дней Так Это Спросить Какую-нибудь Ахадемию Вот Сколько вам лет Надо Чтобы От псов И до наших дней Ну скажут Ну вот Три Она одна Все И напишет От псов И до наших дней Ну вот Матвей Алексеевич Который Долго Еще Когда я Говорил Хочу Остаться В аспирантуре Он говорил Вот Ты говоришь Хочешь А кто Тебе Хочет В институте Ты бы Сначала Пошла К своему Зоу Кафедре К Асееву Сказал бы Асееву Ты меня хочешь Вот Если он Тебе хочет То и я Тоже А так Вот Сразу Это тоже Нельзя Последние годы Говорят Он уже Немножко Ну Старость Пошел В раздрызг Но это Уже последние годы А так Я во всяком случае Относился К нему С очень Большим Уважением Это уважение У меня Сохраняется До сих пор Я уже с ним Наверное Теперь и умру Вы знаете Мне представляется Что ГИТИС Как учебное заведение Отличался Одной Особенностью Которая На мой взгляд Вот была В ГИТИСе Может быть Она сейчас И сохраняется Островками Но тогда Для меня Вот ощущение Такое Что это было В ГИТИСе Мне рассказывали Про Матвей Алексеевича Что когда К нему приходили Студенты Он смотрел на них Чувствовал Что у них денег Не хватает Он им Как-то вот Умел давать В долг И не возвращали Они ему никогда Я слышал Что то же самое Сделал И Алексей Дмитриевич Попов Он выплачивал Какого Студенту Или аспиранту На протяжении Всего времени Учебы Стипендию И только потом Через много лет После его смерти Выяснилось Что он платил Свои личные деньги И мне кажется Вот за всем этим Стоит одна идея Идея Что это не просто Вот Заведение Где учат людей А создавалась Такая общность Людей Где Понимаете При всем Раскладе При всех Социальных дистанциях Это была общность Понимаете Не формальная А и неформальная Общность людей И люди Любили друг друга Знали друг друга Ценили друг друга Вот то что уходит Из нашей жизни Вы правы Вы правы В ГИТИСе Существовала Атмосфера Высокого уважения И высокой дружбы Позвольте Я вам приведу Один маленький пример Я уже говорил Что Алексей Дмитриевич Попов Был Ну Великий режиссер Он вел курс На этом курсе У него был студент Митя Лондон Так фамилия была Такова была его фамилия Митя Лондон Очень способный студент Из него бы Наверное Вышел Очень крупный режиссер К сожалению Он погиб Во время войны Его убили И вот У Алексея Дмитриевича Попова В кабинете Дома Стояли два портрета Станиславского И Вити Лондона Его ученик Был его частью Любимой частью Это же очень существенно Атмосфера в ГИТИСе Была Сказочная Будем так говорить Но начнем с того Что Самый сказочный день Был 1 сентября Когда в садике Возле ГИТИСа Встречались С друг другом Ученики Которые провели Много Два месяца В отрыве Друг от друга Надо было поглядеть С каким Азартом Они кидались На шею Друг друга Так как будто Они никогда Друг друга не видели Но самым главным Популярным Азартным Целовальщиком Был Вейланд Роуд Негр Который вывез Мерхольд из Америки На роль Отела И дальше Начиналась Жизнь Маленького Уютного Знакомого Всем Нам И Мы были знакомы Всеми Всем кто нами Руководил ГИТИСа Вне зависимости От курса На первом Или на последнем В середине Или нет На тетроведческом Или режиссерском На актерском Или на еще Понимаете Национальной студии Все равно Мы были Одним коллективом Одной семьей Можно сказать Одной семьей Тоже Одной семьей Это легко было О чем быть Потому что У нас общежитие Было на Трифоновке В комнате Находилось 15 человек А ректор Тогда еще Назывался Директор Института Григорий Аранович Йофин Он селил так Одного Русского Или двоих Одного Грузина Одного Армянина Одного Еврея Одного Абхазца Одного Дальше Национальной студии Пошли Узбека Чеченца И Удмурта Ну просто Дружба народного Абсолютно Да Гитис Он состоял Из прелестных Педагогов Начинал я У Ивана Николаевича Берсенева И вот И вот в этот же день 1 сентября Иван Николаевич Берсенев Подъезжал К Гитису На своем Автомобиле Маркой Тараплан Мы все знали Сидя за рулем Это какая страна? Это неизвестно Тараплан Сидя за рулем Со сдвинутой На затылок Шляпой С сигарой В зубах И в перчатках С раструбами Ой, мама И вот этот Изящный Красивый Солидный Там казался Но он еще был молод Ему не было Пятидесяти тогда Человек Подъезжал К Гитису Снимал Свои перчатки С раструбами Бросал На сиденье Машины Вставал И так Выглядывая Смотрел А где его староста С тем Чтоб староста Его проводил В его Аудиторию Это так полагалось Это интеллигентно Это Достоинство И старосты И курса И педагога Ну вот Например Такая вот история С Иваном Николаевичем Берсеневым Был знаменитый Актер Очень хороший Режиссер Когда-то Так сказать Один из создателей МХАТа второго Так сказать Трагически погибшего В то время Когда он работал В Гетисе Он был тогда Главным режиссером Театра Ленинского Комсомола Ну красив он был Как бог Он входил На этим морозной пылью Серебрица Его бобровый воротник Бобровая шуба Шапка Трость Со слоновым Набалдашником Таким С слоновой костью И вот В это время Это был 1939 год К дню рождения Сталина Были выпущены Такие Сталинские Стипендии 500 рублей В месяц Это побольше Чем сейчас Во много раз И Значит Я был удостоен Этой сталинской Стипендии По профессиональным Там всяким делам Ну я очень радовался Что Скрывать И на эти деньги Я Ну не на все деньги Я купил Себе Пыжиковую шапку Они свободно продавались? Свободно И стоили тогда Очень дорого 120 рублей Ну я же получал 500 рублей Если я мог себе это позволить Это был такой Сделан свой праздник В институте И наш старо Стажер Вардзиели Стоял у входа В институт И Всех встречал Говорит Вы знаете Боря Голубовский Купил себе Пыжиковую шапку Ну кто как Реагировал У кого было Какое чувство юмора И идет Версень Величественный Вальяжный Такой Мукрят Боря Голубовский Купил Пыжиковую шапку Он сказал Да И прошел Мы говорим Жора Твой юмор Не прошел Идет Учебный день Уже кончается Занятие Наш курс Занимается Мы слушаем Историю Историю Советского театра Замечательный Театровед Борис Владимирович Алперс Да Именно так И вдруг Открывается Дверь И входит В аудиторию Берсенев Все встают Естественно Алперс Говорит Иван Николаевич Чем мы обязаны Так сказать Вашему приходу Он говорит Простите Мои юные друзья Простите Борис Владимирович Я его прерываю Скажите пожалуйста Среди вас Есть Боря Голубовский Я не жив Не мертв Говорю Это я Говорит Простите пожалуйста Это вы купили себе Пыжиковую шапку Я говорю Да А что Поздравляю вас Простите Борис Владимирович И ушел Замечательно Весь институт Был в него влюблен Понимаете Потому что Он поймал Тонус Общий С одной стороны И вместе с тем Был над нами Где-то Далее Тихо С поднятым Воротничком С кепочкой И даже беретикой По-моему Шел высокий Красивый мужчина Только недавно Появившийся После ссылки В Москве Юрий Александрович Завадский Которого Ссылали в город Ростов-на-Дону Для того Чтобы создать там Русский театр И медленно Покачиваясь Подходил Гидис И его тоже Ждал староста И тоже Вел Свой класс Так полагалось Так Нас Уважали Наши учителя Что очень важно И так мы любили Их За их уважение И достоинство Которое Они направили Именно достоинство А не только профессию Волстов-на-Дону 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 Человек таинственный Говорить про него Пока доберешься Замечательно Замечательно Мне очень нравится формулировка Так Таинственно Так Дальше Во-первых Мне непонятно Как он ухитрился Пройти Через Многие социальные Катаклизмы Времени Сотрясением Хата И так далее И так далее Просто пройти Я не говорю Каким пройти Пройти И остаться таким Во всяком случае Которого мы могли полюбить Ну тут было свое обаяние В каких-то вещах О которых Не принято Говорить Они как бы Не имеют Отношения к профессии Ну например Я горжусь Тем Что Павел Александрович Меня провез На тачке От памятника Тимирязева До памятника Пушкина Потому что Осталось это В памяти Потому что Это был пример Внутренней Веселости Человеческой Это были какие-то Остатки знаменитых Мхатовских капустников Которые нам Передавали Мы еще Не соображали Зачем это нужно Зачем Нужно веселье Рядом с театром И внутри его Он от нас Не очень много получал Но он склонен был К этому И Что-то осталось Понимаете Вот передавались Такие вещи А таинственные Я говорю потому что Действительно Он был очень закрытый И Выдавал только Как говорится Чистую профессию С себя А Туда проникнуть В личность его И секреты Его Жизни Было довольно сложно У меня просто С ним сложились Более близкие отношения Потому что Он был Руководителем Моего диплома Руководителем Моей диссертации Там мы общались Уже потом Членом Редколлегии В журнале Где я работала В общем Контактов было много И он потом Перестал Закрываться Это было Но не открылся Или открылся Открылся В чем-то открылся Какие-то секреты Его я Не в праве Открывать другим Да это и неинтересно Широкой аудитории Но в нем Культура театра Жила весело Он был очень Разным человеком В разные Периоды Своей жизни Он мог быть Мог быть и раздраженным И сердитым Рассказывать Что когда он На кого-то Рассердился Однажды Он маленький Щуплый человек Ударил кулаком По стол А там было Так стекла Полагалось кладь И он кулаком Рассек Это стекло При том что он Он был Небольшого Роста Маленький Человек Я застал его уже Пожилым Он был 67 лет Нам он казался Очень древним Нам говорили Вы последний курс Который Который будет учиться У Маркова Он после этого Еще курсов 5 набрал Он был Я его Застал его В тот период Когда Раздраженным Я его почти не видел Он был очень Добрым По отношению к нам Мне всегда казалось И в студенческие годы И в особенности Когда я ему помогал Как ассистент Что он был слишком Добрым Может быть Прощаясь с жизнью Он как бы Видел в человеке Больше хорошего Чем Это было на самом деле Вспомнил Один очень любопытный эпизод Это дело было в Рузе Опять же И Была Отдыхала там Его студентка И Дочка Одна из наших Преподавательниц И Павел Александрович Заметил Что она Какая-то Очень грустная И как-то Очень ей скучно Совсем Действительно Молодая Симпатичная Девушка Очень как-то Скучает Тоскует Он говорит Поговорил Надо это Исправить Сказал Павел Александрович Который в наших глазах Был весьма Так сказать Древним человеком Действительно Прошло какое-то время И вдруг мы смотрим Что с ней происходит Нечто невероятное Она стала Очень как-то Внимательно Смотреть на всех людей Которые появляются Которые ходят И какой-то был Такой вот Интерес почти сыщика Вглядывалась Внимательно Вглядывалась в людей И все Какое-то ее состояние Изменилось Мы долго не могли понять Что же произошло Но вдруг заметили Что каждый раз Когда она приходила Обедать То под тарелкой Был какой-то Небольшой лист бумаги Конвертик лежал И она отбрала Конверт И читала И потом складывала И вот после этого Все началось Мы долго не понимали Что же произошло Выяснилось Что это были Пламенные Любовные письма Написанные Таинственным Незнакомцем Который Рабелло Не мог открыть Своё чувство И он ей Морочил голову В течение Очень долгого времени Поскольку Подписи там Естественно Не было Но он пробудил К ней такой интерес К тому что происходит Вокруг И каждому молодому Человеку У него сразу Возникало Такое вот Стремление узнать А вдруг Это он Потому что написано Они были блистательно Это он умел Делать Он любил рассказывать О моментах Когда Когда всем было весело Какому-то Он был совсем молодым Человеком Когда он возглавил Художественный театр И как-то сидел В У него дома У него дома Была какая-то там Веселая Выпивка Он сидел Во время Но очень почувствовал Он С радостью рассказывал О том Как ему Скажем На гонек Там мог Допустим В тапочках Зайти Тот же Качалов Он любил Рассказывать Скажем Истории Бесконечные розыгрыши Театральный Был До бесконечности Они как-то В старом Ресторане ВТО Они пришли С кем-то Из своих Приятелей Задолго До Вернее К самому Открытию Были раки Сейчас об этом Страшно сказать Никто не поверит Но были раки Они скупили Всех раков В наличии Кончают спектакль Приходят какие-то Артисты Не самые плохие Лучшие певцы Там актеры И так далее И видят Гору раков Естественно Они бросаются На кухню Нет раков И каждый мог Этот рак Купить Номером Лучший певец Поет Лучший артист Читает стихи И так далее Я помню Мы его спросили Какой он считает Самое Важное Для актера Качество Он перешел На Станиславского Станиславскому Тоже однажды Задали этот глупый вопрос Но Он ответил Обаяние Понимаете Мы ждали Там я не знаю Каких-то Высокопрофессиональных вещей Сказал Обаяние А пойди Объясни Что такое обаяние Потом мы его спросили А кто по его мнению Был самым обаятельным Ну актером Или человеком Которого он видел Он сказал Странную вещь Которую до сих пор Часто вспоминаю И не зря он ее сказал Он сказал Горький Вот странно Да Мы сейчас Максим Максим который Мы сейчас К Горькому Как относимся А если прочитаем Ходосевича Поймем Не зря Павел Александрович Нам это сказал Запоминается А потом Ведь обаянием Можно прикрыть Многое Так что В общем Что ни слово Маркова Я уже не говорю О его серьезных Вещах Оно оставалось Я не знаю Что там останется От меня В моих учениках Я им Во всяком случае Марковские дела Расскажу Например Я в диссертации Страшно много Полемизировала С людьми Которых я не люблю Ну не так уж Много Но много Не любила Стала вредными Разрушительными Для культуры Павел Александрович Мне сказал Ну зачем это А я подумала Трусит У меня вообще Было подозрение Что он Невеликой храбрости Человек И я думаю Что это так оно и было А я Своей смелостью гордилась И говорю Не надо Ну Павел Александрович Ну оставим Ну почему нельзя Полемику В учебную работу Он говорит Да забудут Их имена Скоро Зачем вы задерживаете Их имена На страницах печати Я подумала А зачем я задерживаю Их имена На страницах печати И стал вычеркивать Эти имена И не хочу их сейчас повторять Они забыты Он был прав Вот что это Осторожность Мудрость Не знаю И то и другое Вот вам Павел Александрович Я люблю тебя Я люблю тебя Я умру Любя Только ты Меня сбережешь Ненаглядная Ненаглядная Непонятная Знаю Около Ты промелькнешь И поднимутся Вместо Радуги Над кулисами Пыльные Радуги Только небо Одно На двоих Да вот этот Стих Околдованный Околдованный Зачарованный Покорюсь Старухе Судьбе Но где б не был я Но где б не был я Но где б не жил я Буду верен Я только тебе И поднимутся Вместо Радуги Над кулисами Пыльные Подруги Только небо Одно На двоих Да вот этот Стих Кнебель была Последним педагогом Гитти закончившим Классическую гимназию Так же ведь Понимаете И может быть В этом тоже есть причина Понимаете Вот наложение С одной стороны Кнебель Которая хранительница Тех культурных ценностей С другой стороны Она уходит А каждый лишний день Сегодня в стране Уносит культуру Или я не прав Ваш вопрос заключается в чем? Вопрос вот Сегодня Когда все это уходит Уходит И нет никаких экономических стимулов Для того чтобы приглашать сюда Наиболее выдающихся педагогов Как быть? Вы знаете Никогда нельзя В нашей Удивительной стране Предугадать Где что случается хорошее И где мы наоборот Это правда Это просто предугадать Это смешно Когда кто-то строит прогнозы Или пишет статью О том Что будет завтра в театре Это мне заранее Кажется поступком смешным Что касается Мариуси Она мне как-то сказала Вы знаете Я проживу намного дольше вас Я говорю Почему? А потому что У меня было счастливое Дореволюционное детство То есть она Дочка Книгоиздателя Кнебель Она До революции Успела Объездить все страны мира Как девочка И посмотреть все музеи Которые есть в Европе Ее папа был Замечательным деятелем Русской культуры Он мог Ласточки на гнездо Пришел без гроша В кармане В Россию Он пришел без гроша И дело было не в том Что он их зарабатывать умел Но в итоге Перед самой революцией Про это Мария Осина Решилась мне рассказать По-моему Выдав тайну Она говорит Как вы думаете Кому принадлежало Ласточкино гнездо В Крыму Я не знала Она говорит Его папа Купил мне и Леле То есть ее сестре И они успели там Провести По-моему Одно лето Немножко в коврах Это все Так сказать Дальше уже Ласточкино гнездо Было Соответственно Передно советской власти Или там Ненационализировано Ненационализировано В общем Конечно Они были В чем-то счастливы Потому что у них Было прекрасное детство И культуру Они вбирали Из произвольства Знаете Я был потрясен Ну во-первых Папой конечно Папой который был Замечательный Книгоиздатель Который Ну в общем По воле жребия Попал В Россию Без копейки денег Практически без знания Языка Он потом его усвоил И знаете Она здесь пишет Как папа пришел К Павлу Михайловичу Третьякову И предложил ему Дело Он сказал Вы знаете Вы разрешите мне Фотографировать Ваши картины Потом я найду Человека Который судит Мне деньгами Судит мне деньги Потом я Издам эти Павел Михайлович Долго не понимал Потом Сказал Подождите Подождите У вас действительно Едет ни копейки Говорит Ни копейки Я вам не дам Ни копейки денег Сказал Павел Михайлович Но Я разрешу вам Фотографировать Да И он Говорит А что я с этого буду иметь Он говорит Вся прибыль С первого издания Вам А себе А себе я возьму Всю прибыль Со второго издания Да Она вам рассказывала Папе Конечно Эту историю Я узнал не из книжки А из первых рук Так сказать Вообще Слушать ее Воспоминания Было совершенно Немыслимо Потому что Она называла В качестве своих знакомых Ну пусть детских Но знакомых Людей Которые нам казались Ну а сейчас тем более Понимаете Кажется Людьми другого Другой эпохи Другого века Ну невозможно Себе представить Что твоя учительница Тебе говорит Что Цветаеву Это значит В Пушкинский музей Нас обычно водил Кустодиев Я могу ошибаться Ну вот набор имен этот А в русский музей Нас обычно водил Мино Или там А в Третьяковку Мы обычно ходили Ну это значит дети Йозефа Кнебеля Парюшина Кнебель Маша Леля И Коля Их брат А в Третьяковку Ну и так далее Понимаете Вот это вот У нас было на первом курсе Такое задание Оживить портрет Надо было взять Чьи-либо портрет Или автопортрет Как правило Это было какое-нибудь Ну историческое лицо И вот в том настроении В котором Этот человек запечатлен Попытаться Ну сказать Какой-либо монолог Все брали Как правило Исторических лиц Потому что Можно найти Письма Воспоминания И не выдумывать текста За какого-нибудь Великого действия Я кстати Я делал там Автопортрет Писарова Например А мой товарищ Володя Колесников Он делал Портрет Автопортрет Известный автопортрет Николая Бенуа Где он лежит На софе С книжкой По фраке По-моему Он кстати Внешне был похож Он был тоже маленький С бородкой И вот представляете Ну Бенуа И Писарова Это одно и то же Заканчиваются наши этюды Начинается разбор полетов Так сказать И она говорит Володя Колесников Замечательно Показал Бенуа Колю Бенуа Очень похоже Я говорю Мариус Что же очень похоже Как ты? Как она? Я его прекрасно помню Я на селе его помнил Вот это был шок Легенда о том Что она сидела на коленях У Льва Толстого Это правда Сказку Да И он читал ей сказку Она все думала Что это Дед Мороз Павел Большой Белой Бородой Это мы знали И это Это был просто анекдот Общеинститутский Вот у нас преподает Человек который Видел Два Толстого Я перебью вас Извините Но я должен сказать Что вот вы Понимаете Это не анекдот Дело в другом Дело в том Что вот для меня Вот в этом смысле слова ГИТИС Это был некий Понимаете Ну я бы сказал Так заповедник культуры Я помню Несколько лет тому назад Во время конференции Я вышел покурить Рядом стоит Павел Александрович Марков И А рядом с ним Ну я не знаю То ли тетровед Вероятнее всего Или режиссер Мне трудно судить Вот так благоговейно Смотрит на Павел Александровича Ходит кругами Потом все-таки Подходит И говорит Павел Александрович Вы меня не помните Ну Вспомнил Я тогда у вас учился И вдруг Ну я думаю Что же у него сейчас спросит И тут вдруг спрашивает Александрович А Чехова Вы тоже знали Вот эта идея Вытянутой руки Понимаете Вот Вытянуешь руку И коснешься гения Понимаешь Вот такая идея Которая вот Мне кажется Ну может быть Есть еще места Но в ГИКСе она была В ГИКСе она была Мы были Пожалуй Последнее поколение Которое вот застало Мы успели Но где бы не был Но где бы не был я Но где бы не жил я Буду верен я только тебе И поднимутся вместо радуги Над кулисами пыльные падуги Только небо одно на двоих Когда меня спрашивают О Марисеевне Я всегда рассказываю Одну и ту же байку Которая для меня является Для нее очень показательной Где-то на третьем курсе У нас Было такое задание Мы должны были Выбрать пьесу Уже для Будущей постановки И рассказывать Вот как мы собираемся Мы собираемся ее ставить Там такая экспликация В общем Сделать В это время была Очень популярна пьеса Саши Червинского Бумажный патефон Или Счастье мое По тем временам Она была страшно левая А коллизия там такая Зрители может быть Это уже и не помнят Действительно Дочь репрессированных родителей Работает и живет В школе Больше ей жить негде По-моему В биологическом кабинете Она живет И она понимает Что Она обречена На вечное одиночество Потому что Как дочь зачумленных Она никогда не выйдет замуж Никогда не будет Близких людей И она на танцах По-моему Знакомится с матросом Курсантом И приводит его к себе В школу Чтобы провести с ним ночь И зачать от него ребенка Это не единственный выход Вот таким образом Тот, кто принес эту пьесу И рассказывает Экспликацию Ну сюжет Пересказывает Вот о чем пьесу И как она собирается ставить Тот Марьюсина Которую пьесу Которую я уже читала Вдруг вспыхивает И говорит Что вы глупости говорите Мы все ее показывали И все не похожи Но зато все одинаковые Что вы глупости говорите Она его полюбила Марьюсина Написано Привела Чтобы зачать ребенка Другое дело Что потом Между ними Завязались какие-то отношения И Намекалась какая-то Человеческая близость И все такое И околе Там кстати трагически Потому что им все равно Жить Вместе не жить Он курсант И все такое Нет Говорит Она Привела Потому что полюбила А потом наоборот Получился Ребенок Жуткий идет Хипиш По этому поводу И тут я вспоминаю Как в знаменитом Театральном романе Булгакова Аристарх Платоныч По-моему Который там Станиславский Требует Вычеркнуть Выстрел Из пьесы Черный снег То есть Белая гвардия Пусть Бехтеев Закалывается Говорит И Булгаков Страшно беснуется Что почему Это в наше время Человек думал Закалывается Каким-то дурацким кинжалом И эта фраза Как вы знаете Очень крылатая Как образ Такого Ну ретроградства Что ли Я тоже Тут же вспылил А у нас Это было Можно На курсе Фрондировать Потому что За это Мы знали Нам ничего Не будет Это Свобода мысли И я сразу Зарвал Ну что Марьяша Пусть Бехтеев Закалывается Да Она Поняла Сказала Да Потому что Я родилась На стыке двух веков 19 и 20 И меняться не собираюсь Вот Причем После того Как ее убедили В том Что Ну в пьесе Написано Так А не иначе Это не про любовь Эта ситуация Действительно Она осознанно Привела Она сказала Это безнравственно И ставить надо По-другому Решать надо Так Что она его полюбила А потом Там случилось Что-то с ребенком Вот Вот Это как бы Половина байки Как раз в это самое время Я тоже выбрал Выбрал пьесу И ей представил На суд Она уносила домой И читала Пьеса была молодого автора По тем временам Такая Ну вот Левая С трудом Ее он залитовал Тогда Тысячу раз изменялся Там были непростые отношения Молодой интеллигент Его жена Он бросил работу Он лежит на диване На кухне Тут перемешивается Его друг Который вечно Хочет увезти его жену В общем Ну сейчас Пьеса это Нежнейший розовый лепет А по тем временам Что-то в этом было такое левое Как говорили в то время Острая пьеса Острая пьеса Да И я с тоской Шел к ней домой А вот Знаю что она уже прочла И вот мы должны встретиться Потому что я думал Ну вот сейчас Она начнет мне рассказать Что-то безнравственно Погасит во мне Желание ее ставить А я завелся Вроде договорился В одном театре Что мне надо ее ставить А ей это все не понравится В общем я прихожу Она говорит Вы знаете Мне очень понравилось Там замечательная коллизия Она любит мужа Поэтому спит с его другом Я просто ошалел Я говорю Марису Там этого нет Она с ним не спит Ну вот Она говорит Ну как же Там же Я говорю Нет Вы внимательно Посмотрите Там наоборот Даже Она Даже сил Нарочить ему голову Чтобы он их выручил Хотя она для этого Его вызывает Чтобы он их помог Он в порядке А парень выгнал с работы У него даже нет сил Чтобы притворяться Она не знает Но вы решайте Что спит Так острее Вот понимаете И тогда уже потом Стало выясняться Что этот божий Одуванчик Бестелесное Совершенно существо Крохотное Которое Все так воспринимали Как уже Существо Оттуда Когда еще при ее жизни Конечно Это был человек Уже С небес Это Ну и стало выясняться Вот к концу ее жизни Мы когда стали интересоваться И спрашивать Когда мы получили право Задавать вопросы Жизнь Выяснилось Что у него было Три мужа Что она курила Папиросы Что когда она шла Из театра Из трального детского театра Где работала Главным режиссером В 50-е годы В ГИТИС А это же Вот по улице Горького И по Герцану наверх И она заходила В знаменитое кафе В Националь Внизу Изделия писателя И Олеша кричал Кнебель Пять Спрашиваю Мариусу А что значит Пять рублей Не хватало ему Он сидел там И пил С тоски Вот Кнебель Обращайтесь как к мужику Понимаете Да вот Кнебель А не к даме Можно я на секунду Я вспоминаю Как Мариусу Пригласили Однажды Туда В КГБ На Лубянку На Лубянку Да Мы вызвали По поводу брата На Лубянку А Это же Страховое общество Россия В котором В частности Располагалась Гимназия шпицев Которая она училась Следователь Ее спросил Ну вы здесь Вероятно Впервые Она сказала Нет Я здесь училась Он не посмел Переспросить Но она ведь Явно выиграла Что-то на этом Нашалел И поменял Околодованный Околодованный Зачарованный Покорюсь Старухе Судьбе Но где б не был я Но где б не был я Но где б не жил я Буду верен я Только тебе И подниму Совет Мы были Только в вежливости Дело в том Что мы были Кнебеля Это была элита Каста Кнебеля Все знали Ну Кнебеля понятно Ученики Кнебеля Так в гитме Это называлось И все знали Что Кнебеля Это Эпоха Это история Это знаменитые режиссеры Мы вот Следующие Кнебеля Так же как в гитме Полагаю Товстаноговские ученики Были элитой Независимо от того Что из них получалось Потом Но по институту Они ходили Они несли И мы даже Этого не чувствовали Нам говорили Ну вы ходили По институту Как Гусары Да Мы гордились Видимо Своим положением Мы Гордились Тем Той атмосферы Которая у нас на курсе Вы знаете Вот у нашего На мой взгляд Великого поэта Русского Советского Аэта Давида Самойлова Есть Замечательные строчки Они звучат Примерно так Вот и все СМИ жили Очень гении И когда погасли небеса Словно в опустевшем помещении Стали слышны Наши голоса Наши голоса Да Как мы тянем Слово залежало И как мы пишем Вяло Или темно Как нас балуют И как нас Жалуют И гениальное Последнее Нету их И все Это решено И как бы тяжело Не было бы сегодня А я думаю Что сегодня тяжело Я все Я все Я все Я верю Что у нас Есть шанс 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 Есть у страны И шанс Есть у ГИТИСа Этот шанс Только в одном Вот те Молодые Которые Сегодня По-прежнему Обивают Пороги У которых В глазах Надежда И вся наша Задача Сегодня В том Чтобы не обмануть Их Чтобы поддержать В них Эта вера Веру в чудо Веру в тайну Если удастся Значит Мы Выпрыгнем Господи Боже мой Иже Иси Где-нибудь Дай нам Наш рай Земной Самый Короткий Путь Гаснет Моя Звезда Ноги Мои В пыли Дай На земле Поезда Дай На море Корабли Сын Мой Ответил Бог Стар Я Уже Плох Нету Для Чуда Сил Звезды Ты Сам Гасил Господи Боже Мой Мне Наплевать Кто Ты Дай Нам Наш Ад Земной Чуточку Доброты Стрелами Сплетен Вслед Целит Не вголаз Того Борозь Дай На умы Нам Свет Дай На сердца Любовь Что Для Стрелами Дай Стрелами Продолжение следует...